Оля, коммунистас, всем привет! Огородной новости давно не было. Почему не было? Потому что ничего особо не менялось. И вот сейчас кое-что немножко изменилось, поэтому я решила показать. Ну и вообще, мы живы, здоровы, всё хорошо. Только немножко тут болели, вот только недавно поправились. Настроение хорошее, но не было настроения как-то делиться какой-то информацией, хотелось побыть семьёй, внутри себя. И вот в этот период накопилось следующее. Мы сделали ворота, небольшие ворота для мальчиков Пети и Паши. И они теперь могут тут играть. Вот ворота сделал Витя из пластиковых трука, а я потянула сеткой. Играют. Петя вон уже бегает с утра. Пошёл гулять. Значит, что ещё? Когда мы ездили погулять на Нупора, то там было грейдером снесено несколько таких растений. Они вырастут такие огромные растения, и я их к себе приютила. Вот. На эту клумбу посадила и на эту. А вот эти цветочки все зимой, видимо, ну как, вспортятся, и потом заново вырастут по весне. Стенка так осталась на том же месте. Так мы не сцементировали вот этот столб. Не зацементировали. Витя собирается сейчас это делать. Но уже зато сделаны, вырезаны и сделаны петли калитки. Значит, сейчас в процессе надо сдать старый насос и купить новый. Пока не пользуемся колодцем. К сожалению, воды полно. Потихоньку начинаем. Сейчас я тоже прихвачу для кирпичика. Собой наверх. Потихоньку таскаем наверх кирпичики для постройки стены. И в кинчи устройстве комната для девочек. Третья комната, чтобы у нас было три комнаты, и все комфортно замещались. Это мусорка. Так она пока свалка, железо пока тут и будет. Потом как-нибудь задим металлолом. Витя поменял неуматикус. Ну, покрышки. Поменял покрышки. Одна покрышка будет какой-нибудь клумбочкой. Пока не знаю куда. Но обратите внимание, что случилось. Смотрите, помните, здесь такая была куча дерева. И вот здесь. За холодных три недели. Практически вот осталось чуть-чуть. Мы вычистили и сожгли в печке, в саламандре и в камине все дрова. Я боялась, что это всю зиму. Мне не нравилась эта куча. Думаю, когда же мы очистимся от этого. Посмотрите, уже произошло. Песочница действующая. Мы прикрыли клеенкой. И потом открываем. Дети играют. Качельки работают. Тут типа тарзанки сделали. Пока так. В площадке интерес упал. Теперь дети все равно улицы бегают. Потому что был первый, видимо, момент. И качелей было две. Так, это моя навозная куча. Она то уменьшается, когда я на грядке сношу навоз. Я, кстати, все грядки уже подготовила. Прям все навозила. Кроме тех, на которых что-то растет. Когда мы это съедим. Так, тут мой рассад формируется. Мы так и не заказали машину земли. Но это все еще никуда не торопимся. Мы все думаем, то ли курятник тут поставить, то ли зал для йоги, то ли... Ну, пока денег нет, то только проекты все. Вообще, есть желание завести несколько курочек, чтобы несли яички. Потому что мы яйца едим, так как мы едим практически мясо, яйца едим постоянно. У нас по 60 яиц, наверное, за неделю-полторы заканчиваются. Как бы на нашу семью-шести человек по 6 яиц в день, считайте. Вот здесь у нас... Да, на 10 дней где-то на полтора недели хватает. Что здесь? Здесь, видите, расчищал там сверху сад. Вот этих 7 приверды, которые как бы сюда завесены и считаются как сорняк. Их можно все удалять. А ветки от них мы складываем здесь. Сверху я листья с грибла положила. То есть мы пока формируем сад вот этот из натуральных материалов. Можно потом сверху, может, засыпать будет еще землей. Но сейчас будем... Это долго, конечно, но это будет все как бы перепревать натурально. И вот тут планируется все равно сад. Но деревцы еще до сада не куплены, не подросли. Вот. Ну, а там больше ничего, в принципе, нового. Сейчас пройду наверх по лестнице. Да, вот эти растения все прижились, которые я вам показывала. Вот эти, которые пахнут мятой. Вот. И тут как раз, где сток воды идет, полив, будет вкусно пахнуть. Немножко все полосело, потому что осень. Цветочки все прижились. Растут там финиковые пальмы. Вот. Лимон растет. Растет там. Все грядки приготовлены как бутерброды. Вот. Вот начали портиться, да, какие-то растения на зиму. Потом они снова вырастут. Алоэ растет. Растения растут. Грядки обработаны. Тут была петрушка. Большую часть мы уже съели. Сейчас покажу поближе. Вот. Мы ее потихоньку обрываем. Вот. А эта свеженькая уже поросла. Тут была неделя тепла. И все просто вот начало расти. Неделя тепла. Это 15 ночи и 25, 24 днем. Еще и солнца много. И все просто. Тут были буквально два листика. А сейчас уже все появились. Третий, четвертый листик. Вот. Петрушечка хорошая. Ну, будем есть. Петрушку тут можно, я так понимаю, растить все зимой. Это я собираюсь убрать. Перенести, наверное, просто в конец туда. Пока не знаю, потому что будут тут ягоды или нет. Вот. Розочка у нас там как-то тоже немножко пожухла, но растет. И здесь все-таки у меня в полонах вот для грядки. Это и та. Попробовать вырастить огурцы. Огурцы мы тут не можем покупать. Есть. Как бы они перерощенные такие. С косминой. Несвеженькие. Так. Вот ребенок идет гулять. Джоника. Вот наша собака хорошая. Да, гулять идите. Умечки. Красотка моя. Катюшка. Сегодня вечером у них отступление. Шью им наряды. Вот солнышко. Да. Тут петрушечка тоже хорошо растет. То есть петрушка. Я не буду. Я стараюсь ее растить все время. Так. Цветочек. А. Вот смотрите. Лучок сразу полез. Как только посадила, сразу полез. Чтобы была именно такая погода. Неделя просто такого летнего тепла. Ну, весеннего. Не знаю. И вот тут горшочек посадила. Внутри вот этих горшочков я положила навоз. Для чего сделала? Чтобы когда будут заморозки, этот навоз отдавал свое тепло. И не промерзали растения. Лимончики растут. Этот, который поковырял. Вот смотрите. Вот эти посажены одновременно. Два лимона. Но один из них поковыряла собака. И вот как он выглядит. Рукола тут проросла. Вот это маленькие мандарины. А тут я попыталась посеять какую-то зелень, травку. Там типа базилика. Но мне кажется, что холодно. Не вылезет. Я их беру в дом. Вот. Живой еще. Ну, видела, что живой еще виноград. Но посмотрим, что весной. Как он там вырастет или нет. И мы наконец-то, наконец-то убрали бассейн. Так вот, дорожка так красиво тут смотрится. Починили стулья. Осталось покрасить. Вот эту грядку, да, доедаем. Я тут ее тоже буду удобрять, обрабатывать. Тут ничего. Крукола. Но они такие тут. Лежалки тут больше тени. Вот так выглядит расчищенное там сзади все. За домом. Все расчистили от вот этих вот Семприверды. Вот. И у нас мы убрали бассейн. Вот он висит, сохнет. На мой мы уберем. И там, да, я сделала заборчик. Но, видите, когда ходил, немножко испортил. Вот заборчик был у меня сделан из остатков. Заборчик, чтобы там хотя бы не ходили какие-то кошки, животные. Ну и цветочки, конечно, растут. Хорошо. Кубничка, да. Зимует, перезимует. Посмотрим, что с нее будет за какой-то толк. Очень мало дала она этих усов. Вот один усик. Ну это вы помните, наверное. Так вот сверху выглядит наш участочек. Вот для меня так все уютно. Но да, много очень работы. И потом в следующее видео сниму, что мы собираемся тут строить, делать. Какие у нас проблемы. Потому что у нас проблемы с крышей. Крыша с дождей протекла. Надо ремонтировать крышу. Очень много работы. Ну как бы работы, требующих вложений, времени и денег. Если бы хотя бы только времени. Да, хотя бы только денег. Нет. Короче, если бы было, да, пока нет ресурсов на... Да, вот так мне нравится эта грядочка выглядеть. Каждый день едим зелий. А вот это лавровый лист. У нас вот соседи все время его даже, как бы, просят. Когда варят локру. Лаурель. Сейчас тоже надо будет лишние ветки, которые туда вот так наклоняются. И корни вот так вот разъедают вот эту нашу террасу. Наверное, надо тоже их как-то убрать. И может насушу этого лаврового листа. Кому надо, обращайтесь. Спасибо за внимание.